Сегодня я прочитаю вам такой немножко шутливый доклад на тему устройства на работу в ГМДФ. Я заведомо не уложу в 30 минут, которые, так скажем, мне выделили. Какие-то части будем пропускать, может быть, менее интересные. По самому интересному постараемся пройти. Итак, поехали. Голопом по Европам. Два слова о себе. Я закончил НГУ, ФИТ, дальше учился в аспирантуре, после этого 16 лет работал в IT, из них 10 лет в ГМДФ в Валаваре, в Увермобайле, в Скайтеке. Прошел я весь путь от разработчика до тимлида, проект-менеджера, продюсера и сейчас возглавляю небольшую игровую студию из 23-х человек. В рамках вот этой, так скажем, карьеры я посмотрел на найм с самых разных точек зрения. Сам ходил когда-то на собеседования, на всякие разные, на разные позиции. Потом очень много нанимал разных людей в разных компаниях. И в этом докладе я расскажу вам, во-первых, стоит и в принципе идти в ГМДФ, интересно, неинтересно, что хорошего, кем идти. И дальше буду рассказывать разные фишки, которые на самом деле часто не очевидны. То есть если вы отходили, может быть, на 50 собеседований, 10 лет поработали, это вам будет понятно. Но изначально, когда я, допустим, выходил из университета, мне это было совершенно непонятно. Поговорим, как заведомо хорошо проходить собеседования, как вообще на них попадать, как просить, а как продаваться за наибольшие деньги работодателю. Итак, давайте посмотрим для начала, что же такое рынок игр. Наверняка за них рядов мелкие цифры не видны, но это не важно. Я буду самые ключевые вещи озвучивать. В 2018 году по оценке рынок игр достигнет 137 миллиардов долларов, мирового рынка игр. Это на 13% больше, чем в прошлом году и больше, чем позапрошлым. Рост идет каждый год, постоянный. Примерно половину этих денег составляет рынок мобильных игр, 70 миллиардов долларов. Для сравнения, рынок российских игр, 1,7 миллиарда в 2018 году. Вроде кажется, сумма небольшая, но с другой стороны, по объему выручки мы находимся на 11 месте в мире. Много это или мало, 1,7 миллиарда долларов. Давайте сравним, допустим, с рынком всего кинопроката. Вот весь рынок кинопроката в 2017 году, в этом году еще нет оценки, составляет 900 миллионов долларов, в два раза меньше. То есть игры уже в России продаются больше, чем все кино во всех кинотеатрах. А еще 5 лет назад это было не так. Раньше киноиндустрия обгоняла, а теперь обгоняет игровая индустрия. И конца и края этому не видно. Рынок будет расти. И, наверное, помните, что еще говорили в Древнем Риме, да, что самое главное? Что требовали, да, римляне? Хлеба и зрелищ. Зрелища нужны будут всегда. Игровая индустрия относится, по сути, к зрелищам. Все будет хорошо, идти смело можно, работать можно, все будет замечательно. Итак, дальше. Первый этап. Надумали вы пойти в индустрию разработки игр, или вы там уже находитесь и хочется двигаться куда-то дальше? По первому пункту, кем работать? Очень много разных профессий. Вы можете быть программистом, тестировщиком, верстальщиком, художником, 3D-моделером, аниматором, дизайнером графических интерфейсов, продюсером, менеджером, комьюнити-менеджером. Про это рассказывать не буду, здесь каждый выбирает сам, исходя из каких-то своих внутренних предпочтений. Кто-то хочет быть художником, кто-то хочет быть программистом, кто-то всю жизнь мечтал о рулении команды разработки. Про деньги здесь тоже скажу очень и очень кратко. И в любом случае это будет средняя температура по больнице, потому что достаточно фрагментированно все. Это можно работать за очень маленькие деньги, можно за очень большие. Зависит от того, как вы умеете себя продавать, от вашей квалификации. Очень-очень в среднем, можно сказать, что на рынке Новосибирска наиболее востребованным является Java-разработчик с самыми высокими зарплатами и сложнее всего искать. Отстают от них, но там, скажем, может быть не очень далеко ушли PHP и C-шарперы. Самые дешевые на рынке труда это Unity 3D-разработчики. Причем года три назад их просто невозможно было нанять, их не было на рынке. Сейчас их много, наверное, в этом нам помогли компании типа Академорга и прочие, которые делают множество-множество спам-приложений, нанимают сотни людей, как-то их обучают. И в итоге их много на рынке, и проблем с этим нет. Итак, определились, чем мы хотим заниматься. Примерно прикинули там зарплату по рынку, но остальные все можете сами посмотреть. Ничего вот такого нет, на HeadHunter заходите, сразу будет видно медианно по зарплате. Ну что ж такое, все не в ту сторону. Следующее. Вот вы надумали пойти в ГМДФ, либо вы уже в ГМДФ и хотите пойти дальше на какую-то следующую, более интересную вакансию. Я буквально на днях, когда готовил этот доклад, взял актуальную выборку. Вот у нас небольшая компания, 23 человека. Но за два с половиной года, а, еще у нас текучка очень маленькая. За два с половиной года нам пришло две с половиной тысячи резюме. 1300 с HeadHunter, там 1200 примерно, зарплата.ру. Это без учета всевозможных, что называется, сарфанного радио, социальных сетей, без учета рекрутеров, с которыми мы работали. То есть, и наш рекорд примерно вот по 200 резюме приходило за две недели на одну позицию. То есть, здесь мы видим что? Что поток резюме достаточно большой. И если мы будем смотреть более какую-то крупную компанию, где 100 человек, там поток резюме будет на порядок больше. И будет не 2000, а 20 тысяч. Поэтому первая задача какая наша? Выделиться. Мы должны выделиться, когда мы хотим, так скажем, продать себя или куда-то перейти, чтобы человек, который принимает решение, сразу вас заметил. Посмотрим пример хорошего резюме. Резюме программиста. Вованчик. Наймете такого? На самом деле резюме приметное, оно выделяется, но оно выделяется, так скажем, не в ту сторону, не со с тем знаком. Если вы думаете, что это шутка, что таких резюмей не бывает, это не так. Регулярно приходит резюме примерно такого рода. Я машинист башенного крана. До этого работал в поездах дальнего следования, разносил белье. Хочу быть юнити-разработчиком. Возьмите. Регулярно приходит резюме. Работал в продажах. Приведущие 10 лет отработал в продажах на разных позициях. До этого был там мерчендайзером. Возьмите на джава-разработчика. Я уже посмотрел один курс в интернете. Хочу очень работать. Постоянно приходят. И люди на полном серьезе, наверное, готовились. Они это писали и думают, что их возьмут. Поэтому пройдемся, как составлять такое резюме, чтобы вам отвечали. Первое. Содержание. Оформление, так скажем. Здесь рассказывать ничего не буду. Именно эта тема хорошо освещена в интернете. Вы можете поискать кучу кадровых статей. Как составлять, как оформлять. Где должен быть, в каком виде представлен ваш опыт по работе, образованию. Это неинтересно. Это вы легко и так возьмете. Я поговорю про некоторые тонкости, которые, как ни странно, вроде кажутся очевидными, но люди их не выполняют. Первое. Давайте поднимем руки тех, кто когда-либо занимался рыбалкой. Так. Кто знает, на что ловится рыба? На опарыша. На опарыша, на червяка, на специальную приманку. Если привязать к удочке кусочек шоколадки, как вы думаете, рыба поймается? Ну, наверное, если это нормальная, адекватная рыба, она не поймается. Точно так же и с работодателями. Когда работодатель пишет какую-то вакансию, у него в голове есть ментальный образ идеального кандидата. И если внимательно читать эту вакансию, этот образ легко считывается. И вы должны писать вакансию так, чтобы попадать в образ, который построил для себя работодатель. Что это означает на утрированном примере? Вы хорошо разрабатываете на Java, а еще вы более-менее программируете на C-Sharp. Если у вас вакансия на Java, ну, понятно, вы написали, я там работал на Java и еще там умею на C-Sharp. Если вы хотите еще, вам интересно попробовать себя на вакансиях C-Sharp, вы просто меняете акценты. Вы прежде всего выпячиваете, что у вас есть опыт на C-Sharp, а еще вы умеете писать на Java. Вот просто не надо врать, вы должны перерасставить акценты и убрать лишнее. В идеале вы должны под каждую вакансию писать свое резюме, заточенное, под свое. Это может быть трудоемко, если у вас широкий пул вакансий. Поэтому лучше всего вакансии поделить на классы. Ну, к примеру, я хочу быть Java-разработчиком, еще, в принципе, не против поработать на C-Sharp. И мне всегда был интересен Project Management. Ну, почему бы не заслать? Вы делаете три резюма разных, заточенных под каждую. И под каждый класс вакансий вы расслаете свое. На самом деле, доклад, он против работодателей. Я думаю, как бы, меня тут не одобрят, но ладно, аудитория небольшая, расскажу. Так, итак, сделали резюме под разные классы. Теперь обязательно проверьте орфографию. Удивительно, у всех есть уже Word, там, проверьте все возможные. Люди регулярно присылают резюме, которое начинается там с заголовка. Ищу работу программиста, там, какого-нибудь, да, там, или, ну, какие-то. И работодатель читает и думает, ну, вот программист, наверное, будет лучше, если он поработает где-то в другом месте. Ну, то есть, вы сразу, как бы, в минус себя загоняете. Следующее. Очень многие состателям любят писать в резюме все, что умеют. Самый простой пример, он вроде бы нейтральный, но вот, вот смотрите, вакансия Java-разработчика, там, какие-то требования, full stack, там, то-то, то-то. Вот, и читаешь резюме, там, работал джанр Java здесь, вот здесь, вот здесь все хорошо, и в конце, там, блог о себе. Права категории B, личный автомобиль Ford Focus. Ну, как бы, вы же не торговым представителем устраиваетесь, там, не продажами, не курьером. Ну, зачем это? Это вроде бы мелочь, но это показывает, что вы не умеете отделять, там, зерна от плевел. Это еще ладно, а бывает же, там, могут написать абсолютно какую-нибудь, вот, опять же, классное резюме, и внизу блог о себе, целеустремленный, настойчивый, довожу дела до результата, люблю игры с переодеванием и BDSM. И работали читают, о, классно, надо звать звать, о, игры с переодеванием, BDSM, наверное, в корпоративную культуру нашей компании не впишется, к сожалению, не надо писать. Попадалось на глаза исследование какой-то компании по сервисам знакомств, по-моему, BADU. И там доходчиво показывалось следующее, вот, у вас есть анкета на сайте знакомств. Там, первая фотография, вы едете на белом Мерседесе, вторая, покоряете Эверест, третья, переводите бабушку через дорогу, четвертая, там, еще что-то, все замечательно. А на десятой фотке вы бухой с другом лежите на пляже, там, и вот там утверждалось, что оценивать будут по самой худшей фотографии всегда, что бы там ни было. Ровно так же и в резюме, оценивать по самому худшему. Вот все, что вы, что вам кажется спорным или ненужным, выкиньте, лучше уберите, оставьте то, что нужно. Если вы не знаете, что выкинуть, покажите ваше резюме кому-то еще, чтобы он пробежался взглядом и отрезал ненужное. Теперь, кто считает, что в резюме нужна фотография? Поднимаем руки. О, так, опускаем. Теперь, кто считает, что в резюме программиста нужна фотография? Поднимаем руки. Меньше, раза в три. Так, опускаем руки. Кто считает, что в резюме девочки на ресепшен или там менеджер по продаже может быть фотография? Поднимаем руки. Опускаем. Понятно. Правильно. Вот давайте посмотрим, применительно к IT игре в деву. Кто вас нанимает? В конечном итоге вас будет собеседовать руководитель отдела, ПМ, Тим Лид. Как правило, это мужчина. Дальше. Если вы мужик, вы отправляете свою фотку, Тим Лид, значит, открывает и смотрит на нос, ну, ваше он где-то, и смотрит, бородатый какой-то мужик. Какие могут быть сценарии? Первый. Ну, если ваш будущий руководитель нормальной, там, гетеросексуальной ориентации, позиция, что вы мужик, понравитесь ему как-то, и вызовите у него сильную симпатию, был вероятно. Поэтому этот сценарий не особо не рассматривает. Наиболее распространенный сценарий, ему на вас пофиг. Ну, смотрит, смотрит кто-то, главное, чтобы профессионал был хороший. И есть третий сценарий, вы можете ему не понравиться. Ну, вот ваши фиолетовые волосы, огромные серьги, ушах там, ну, еще какие-то, он подумает, ну, вот тут есть похожий кандидат, но вот без вот этого, ну, давайте его в начале позору. Поэтому вы в плюс сыграть не можете. Вы можете сыграть в нейтраль или в минус, а если это так, то зачем? Исключение, если вы молодая, красивая девушка. Прикладывайте фотографию, тогда опять же руководители посмотрят. Ну, специалист хороший, коллектив мужской, позовем девушку, будет украшать нашу компанию, там порядок наводить какой-то, хоть окультуривать. Теперь, кто считает, что нужно сопроводительное письмо к режиму? Мы поднимаем руки. Молодцы, ну, довольно много. Сопроводительное письмо пишет процента 2, например, может быть, 3 кандидата. А если, как бы, вести речь о нормальном сопроводительном письме, может, 1 на 100. Сопроводительное письмо – это то, что вы пишете в дополнение к своему резюме. И это именно то, что ваш работодатель видит сразу, когда ему придет откликнуть на почту. Резюме нужно будет пойти там, кликнуть, открыть, а это сразу же откроется. Это очень важно. Пишите их обязательно. Очень, ну, не очень часто, но бывает, люди пишут такие сопроводительные письма. Хочу у вас работать, я буду пахать с утра до вечера, я мечтал всю жизнь работать в ГМД, я сам все делаю. И ты прочитал до этого вначале его резюме, и такой, резюме не очень, ну, такое письмо. Нет, посмотрю еще раз. Может, все-таки можно позвать? Нет, наверное, все-таки. Ну, совсем не подходит. Вы знаете, вот такое вот уже. А если бы подходил, обязательно бы позвали. Пишите. Вы сразу же попадете в один процент. И пишите не одну строчку. Я там, Махмуд, хочу у вас работать. Напишите пять абзацев по странице. Почему? Вас заметят. Вы сразу выделитесь. Дальше. Теперь. Вот вы сделали резюме. Или несколько резюме. Что с ними надо дальше делать? Ну, бывает такое, что человек сделал резюме, вот нашел неплохая вакансия, я туда его отправлю. Отправил и ждет. Но это не очень хорошо. Оптимально такая стратегия. Если вы задумались о смене работы, уже вы выбираете все вакансии на рынке, которые вам интересны. А если вы начинающий специалист после университета, вы выбираете еще смежные вакансии. И рассылаете на все. Дальше происходит что? Вот смотрите, когда человек рождается, маленький, он не умеет делать ничего, кроме того, как кричать и ходить под себя. Все остальное, все навыки нарабатываются. Большинство людей не умеет проходить собеседование. Это такой же навык. Навык проходить собеседование. Это всегда для того, кто проходит, это стрессовая ситуация. Это всродни экзамену. Чужие люди задают вопросы разные. Обстановка там какая-то, да. И этот навык надо нарабатывать. Когда вы отходите на 20 собеседований, на 21 вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Вы будете знать ответы на типовые вопросы. Вам в принципе будет комфортно. И там будет еще одна фишечка, о которой я дальше расскажу, на которой вы вообще будете расслаблены. Поэтому рассылаете на все режимы, ходите. Даже если вам какие-то вакансии кажутся не очень интересными, вы все равно сходите. Ну, опять же, вы наработаете опыт прохождения собеседований. Теперь. Часто такой вопрос, будут ли ответы. Вот я заслал резюме и жду. Ну, сказали там. Да, резюме ваши получили. Стоит и спрашивать, а вы получили резюме? Алло, Аллавар, вы там получили резюме или не получили? Ну-ка. Вот смотрите. Большинство компаний новосибирских игровых маленькие. 20-30 человек. Компании, которых больше 100 человек. Ну, я не знаю, может, посчитаю по пальцам одной руки. Причем у меня останется много свободных пальцев. Это маленькие компании. В маленьких смотрят либо ваш непосредственный руководитель, либо если в компании там 100 человек, ну, это будет один HR. Ну, два HR максимум. Писем я приводил сколько? Тысячи. Конечно, вам никто не будет писать. И мало того, если вы позвоните. Вот мне бывает звонят. Находят мой телефон где-то там в базе налоговой, что вот директор. Звонят, алло, Мария Ивановна, это, я высылала вам резюме, буквально разговор. На позицию бухгалтера, вы посмотрели? Ты начинаешь думать, так, вчера 10 резюме было, и позавчера 15. Ты такой, не знаю, а когда посмотрите? А почему вы не дали мне ответ? Прошло два дня. И все, что ты делаешь, это ставишь себе галочку, так, Марию Ивановну, если вдруг попадется на глаза, не брать, срочная тетка. Вот, бессмысленно. Сейчас современные системы, HeadHunter, тот же, там, зарплата.ру, ваши письма не потеряются. Если вы хороший специалист, вы обязательно заметите ваше резюме. Обязательно. Но не может пропасть. Если, скорее всего, вам не отвечают, у вас плохое резюме, либо вы плохой специалист. Ну, не под эту вакансию. Ни плохой, не под эту. Теперь, так, сколько у меня времени, чтобы я ориентировался осталось? Еще 15. Все, супер. Теперь, очень часто высылаются тестовые задания. Кто считает, что тестовые задания надо делать? О, молодцы. Тестовые задания надо делать, если, конечно, вы не специалист с 20 годами или, там, 10 опытом, и вас, ну, как бы, не позвали лично, там, что вот приходи ему, познакомься, что называется. Если вы на холодную, надо делать. Причем, их надо делать, а, качественно, б, тестировать, и, с, они должны работать, что называется, с колес. Регулярная ситуация присылает какой-нибудь юнити-разработчик тестовое задание, тем лет берет его, запускает, не запускается. Там, окружение не то. Или, там, если про базу данных, базу данных, таблички не созданы, нужно накатить заранее. И все. Там, тыкнуться раз, тыкнуться два, ну, не получилось. Ну, вы не сделали. И это, мало того, это еще и показывает, что вы не подготовились. Вы говорите, ну, вот я что-то поделал, на, разберись, как запускается. В идеале, если тестовое задание это позволяет, вам надо развернуть его где-то у себя на своем сервере, кинуть ссылку, чтобы гарантированно работало. И еще интересная штука по времени. Как правило, на тестовое задание дается какое-то время, ну, неделя, там, 10 дней. Иногда говорят, ну, на ваше усмотрение. По нашей практике самые сильные кандидаты, они делают следующим образом. Вечером ты им высылаешь тестовое задание, пошел домой, с утра приходишь, в почте лежит готовое. И ты сразу понимаешь, о-о-о, во-первых, он умеет, он быстрый, он это реально сделал, и таких в этот же день зовут на собеседование. А бывает, наоборот, прошло две недели, письмо в почту, я еще делаю, подождите маленько, я там вышлю через 10 дней, что-то занят. Ну, и таких кандидатов, они сразу в хвост отправляются. Поэтому делайте, сдавайте досрочно, этим вы сильно повышаете свои шансы на успех. Итак, пришли мы на собеседование. Там вас ждет тот, кто будет вас собеседовать, иногда их может быть несколько. Пройдемся вкратце. Первое. На собеседование надо приходить вовремя. Ну, мы даже рассматривать не будем в случае, когда вы опоздали на полчаса или просто договорились и не пришли. Ну, этим вы сразу закрыли работу, закрыли себе возможность работы в этой компании. Но каждый, ну, чтобы не соврать, но каждый десятый, а может быть и каждый пятый кандидат приходит раньше. И не просто раньше, он приходит на полчаса, раньше заходит и говорит, вот он я, встречайте. И все люди поднимаются так от компьютеров в офисе. Так, ага, так, ага. И что при этом происходит? Во-первых, тех, с кем вы договорились, может не быть. Они могут быть на обеде, они могут там куда-то отойти, у них может быть предыдущее собеседование. И надо вас куда-то садить, там, а переговорка занята. Нужно вот посидеть здесь, там, эти полчаса. Вы сразу создаете неудобства. Не надо этого делать. Приезжайте заранее, можете за полчаса приехать, погуляйте вокруг офиса. Погода чудесная. Да продышитесь, посмотрите, ведь вам, может быть, здесь предстоит работать. И когда будет две минуты до нужного времени, заходите. Вроде бы мелочь, но люди регулярно ее нарушают. Понятно, что приходить надо в нормальное виде, войти в сфера демократичная, но вы должны прийти в носках, которые вы надели сегодня, а не неделю назад, потому что даже вот у нас были случаи, когда приходит сотрудник и говорит, слушайте, там, вот взяли нового кандидата, я, конечно, все понимаю, но я не могу с ним сидеть. А почему? Ну, понимаете, от него так пахнет, вот носки не меняют. Ну, это реально в нашей компании такое, да? Как-то следите за собой по минимуму. Дальше. Про комфорт на собеседовании. Прежде всего помните, что не только вас выбирают, вы выбираете компанию. И если вы на предыдущих этапах все сделали правильно, то происходит следующее. Посмотрите, вы пришли на собеседование на одну вакансию, пособеседовались. Пришли на вторую, и там вам сделали оффер. И что вы говорите им? Вы говорите им. Вот правильный ответ, который очень мало кто делает, и он очень сильный, он всегда работает. Ну, точно, мне кажется, работодатели побьют сейчас. Вы говорите следующее. Вы знаете, работодатели от первого лица говорят, я вот работу меняю редко. Сейчас я принял решение поменять работу на ближайшие несколько лет, сделать свой выбор. И я решил так пройтись по рынку, подойти к этому вопросу вдумчиво. Я пройдусь по рынку, запланировал 2-3 недели на это. Вот сегодня с вами собеседуют. Вчера у меня было собеседование там с компанией там А, позавчера с компанией Б, завтра у меня еще. И вот через 3 дня еще 2 назначено. Я хочу пройтись по всем. Вашим компаниям не очень нравится, за оффер большое спасибо. Но я же все-таки решение на несколько лет жизни принимаю. Я хочу дойти до конца, есть выбрать. Это нормально воспринимается работодателями. И мало того, работодатель такой, о, о, мы же оффер сделали, его зовут, неплохой, да, понимаете, торг. Он вроде рыночный такой, как будто бы, но это работает. Дальше вы смотрите, получили оффер, подсказали, вам сказали, хорошо, 2 недели вас ждем, ваше решение. Вы пошли на следующее собеседование, а там получили второй оффер, а на третьем, допустим, третий. И мало того, вот смотрите, на примере юнити-разработчика. Вы там 2 года назад закончили университет, где-то поработали. На первой вакансии вам предложили 40 тысяч рублей оффер, на второй 50. Вы пришли на третью, вам сделали оффер на 50 тысяч тоже. Что нужно говорить? Вы им говорите, блин, такая компания классная у вас. Оффер замечательный. Ну, вы знаете, вот мне тут уже предложили вчера 40, а позавчера тоже 50, тоже компания классная. Что делает в этом случае работодатель? Вы его в какие условия поставили? Условия, значит, такие. Вот смотрите, когда нанимают сотрудников, в каждой компании на каждой позиции есть дельта зарплат, которую работодатель готов платить. И вы ее не знаете. И работодатель и компания в целом заинтересованы в минимизации своих затрат. Это понятно. Вам назвали какую-то сумму, условно, 50 тысяч рублей. И дальше, когда вы говорите, что у вас уже есть оффер на 50 тысяч рублей, и компания вас заинтересована, а иначе бы она вас не позвала. Если у нее диапазон выше этот, они такие, хм, понятно, ладно, мы подумаем, может быть, сделаем более какое-то интересное предложение. Они запросто могут сказать, завтра прислать в письме, ну, хорошо, наше предложение 60. Вы имеете предложение 60. Проходит еще неделя, и первая компания начинает о вас спрашивать, ну, как, вы надумали? А вы им говорите, слушайте, вы 50 предложили, а там вот 60 предлагают. О, замечательно, вот теперь не знаю. И те такие, ага, так, ага. Это работает, кстати, во всем, в том числе, не знаю, машину вы надумаете купить в дилерах? Этот великолепно работает между дилерами в Москве, например, торги. Здесь то же самое. Вы можете смело вот так вот пройти, и вы выберете максимум, во-первых, интересную позицию, если вы хороший специалист, если вас зовут, если вы все сделали правильно, и выберете максимальный топ вот из возможных. И еще момент, вот про комфорт. Когда у вас уже есть три оффера в кармане, вы на четвертое собеседование приходите вот так, ну, вам уже интересно, вы уже понимаете, что вы, в принципе, уже устроились, дальше начинается фан. Теперь работодатель, так сказать, конечно, выпендивается, еще что-то, но внутри у вас будет спокойствие абсолютно. То есть вы, как бы, выбор теперь у вас. Так, еще по времени давайте скажем мне. Пять минут. Я сейчас блок пропущу, потом, возможно, там отдельно в это поиграем, перейду к... про интересную штучку, про повышение зарплаты. Долго думал, рассказывать, не рассказывать, а то... Смотрите как. Итак, вы устроились на работу. Выбрали себе наиболее интересную компанию, наиболее интересную позицию. По деньгарту какую-то заняли, там, опять же, интересную вам планочку. Теперь, проходит полгода или год. Хочется повысить зарплату. Делается всегда следующим образом, и всегда это работает. Вы должны работать хорошо, качественно, но если вы работаете плохо, ну, смысла, тогда вам это слушать нету. Научитесь, прежде всего, работать. Вы берете на себя ответственность, вы выполняете все более, там, все эти разные сложные задачи. И в какой-то момент, когда вы завершили какой-то блок важный для компании, там, выпустили релиз, еще что-то, ну, вот, где вы вложились, там, вы приходите к вашему непосредственному руководителю и говорите, вот, смотрите, я же уже год работаю в компании, я теперь задачи все делаю быстрее, я все делаю быстрее, у меня большая ответственность, я хочу повышение зарплаты. Дальше, снова попадая в ту же самую ситуацию, смотрите, какие есть сценарии. Первый, он скажет, как вы думаете, он может сказать, вот, ты что, офигел, что ли? Ну, и так тут тебе платим, там, все, ты уволен, иди забирай свою трудовую книжку. Если компания плохая, такое произойти может, но если плохая, вам не нужно там работать. В хорошей компании могут быть такие сценарии. Первый, если у компании есть возможность, есть вот этот вот зарплатный диапазон, он может быть расширен как-то, вам могут сказать, первое, сразу, хорошо, твою зарплату повышаем, сразу. Второй вариант вам могут сказать, это хороший вариант для вас, победный. Второй вариант, ну, ты знаешь, ты там еще немножко не дотягиваешь, и вам ставят конкретные задачи, например, вот давай еще два месяца, ты вот это, вот это, вот это подтягиваешь до нужных показателей, и после этого повышаем. На это тоже соглашаемся, это тоже хороший вариант. И третий вариант, у работодателя может не быть ресурсов под это. Тогда он вам скажет, блин, хотел бы, но не получается, вы это сразу поймете. И в этом случае у вас есть, опять же, два варианта, либо если компания вам нравится, вы продолжаете работать, и есть какие-то перспективы туда, либо вы ищете другую компанию. И вы должны, как бы, понимать, что такое, когда вы приходите с точки зрения работодателя или, ну, вот, вашего руководителя. Это значит, вот вы пришли и сказали, я хочу больше зарплату. В этот момент работодатель понимает, что вы, в принципе, можете уйти. А что это для него означает? Для начальника отдела. Ему нужно, работа встанет, нужно опять писать вакансии, бесконечно собеседовать. Это же его время, собеседовать, договариваться, потом выйдет новый человек, его надо обучать, а он может не пройти испытательный срок, но это столько возник. Проще вот немножко подвинуться, если это возможно.